6 бытовых дел советских женщин, которые теперь кажутся дикостью Современные девушки часто слышат упреки от своих мам, бабушек и других родственниц на тему «Вот я в твои годы». А дальше идет длинный список дел, с которыми женщины должны были справляться после работы и на выходных. Давайте подробнее узнаем о том, что же было в этом волшебном списке. Приготовить ужин на всю семью после работы В советское время декретов как таковых не было. Мамы сидели с малышами в среднем до 4-5 месяцев, после чего выходили на работу, оставляя кроху с бабушками и дедушками. Но 8-часовой рабочий день не являлся причиной для того, чтобы игнорировать быт. Хорошая хозяйка должна была прийти домой и приготовить ужин на всю семью. А так как полуфабрикатов и различных сервисов по доставке еды тогда не было, приходилось тратить около 2-3 часов, чтобы подать к столу вкусные блюда. И не нельзя забывать, что на этом бытовые хлопоты не заканчивались, после ужина нужно было перемыть всю посуду, потому что утром перед работой на это не хватало времени. Перестирать все вещи на выходных. В Советском Союзе мало кто мог себе позволить приобрести стиральную машину, а те, кто могли, все равно выкручивали и полоскали одежду своими руками, ведь модели автомат еще не изобрели. Схема стирки выглядела примерно так. Замачивание. Кусок хозяйственного мыла натирали на кухонной терке, растворяли в тазу с горячей водой, после чего клали туда белье на несколько часов. Этот этап нужен был для того, чтобы все пятна, которые требовалось отстирать, отходили легко и без следа. Стирка. Для этих целей использовали специальную доску с металлической ребристой поверхностью, которая находилась в деревянной раме. Женщинам приходилось изо всех сил тереть белье, чтобы оно полностью погрузилось в пену, только так получалось хорошо его отстирать. Кипячение. Без этой процедуры редко обходилась хотя бы одна стирка, считалось, что только кипячение способно сделать белье идеально чистым. Хозяйки брали большую кастрюлю с водой, ставили ее на плиту, добавляли соду и натертое хозяйственное мыло, после чего клали белье и кипятили несколько часов. Полоскание. Для этих целей использовали ванну или, если ее не было, большой таз. В деревнях часто ходили к речке или пруду и полоскали белье в холодной воде. Заклеить окна на зиму. В то время, как мы наслаждаемся качественными пластиковыми стеклопакетами, наши мамы и бабушки вынуждены были мириться с деревянными рамами, из которых очень сильно сквозило, особенно зимой. Чтобы ограничить доступ сквозняка в квартиру, советские хозяйки пользовались следующим способом. Из бумаги вырезали длинные полоски шириной 3-4 см, мочили их водой, намыливали, а затем закрывали щели. Иногда между рамами клали вату, это было не менее эффективно. То же самое делали в школах, детских садах и прочих государственных учреждениях. Все знали, что если не провести данную процедуру, всю зиму придется замерзнуть. Постоять в очереди. В Советском Союзе было очень много дефицитных товаров. Легче было перечислить продукцию, которую можно было купить в магазине, чем ту, которую было не достать. Те же конфеты, колбаса, мыло, туалетная бумага поставлялись в недостаточном количестве и, соответственно, разбирались в первую очередь. Поэтому приходилось чуть ли не полдня стоять в очереди, чтобы заполучить желаемый товар. Не было никакой гарантии, что он не закончится прямо перед вами. Чтобы не потерять свое место, женщины писали порядковый номер на руке, так было надежнее, чем на листке. Шить одежду для всей семьи. В дефиците были не только продукты и товары первой необходимости, но также одежда. Чтобы не ходить целым городом в одном и том же и не стоять день и ночь в очередях, женщины учились шить сами. В отличие от стиральной машинки, которую редко можно было встретить в квартире, швейная присутствовала обязательно. Конечно, за отрезами ткани тоже нужно было побегать, но достать их было гораздо проще, чем юбку, платье или брюки. Шитью никто не учился на специальных курсах. Лучшими помощниками считали советские журналы «Работница» и «Крестьянка», в которых можно было найти выкройки. Девушки создавали одежду и белье не только для себя, но также для мужа и детей. Иной раз приходилось проводить в компании швейной машинки ночи напролет, потому что другого времени не было. Зато все члены семьи были одеты. Проследить, чтобы дети не мешали мужу. В советский период существовало устойчивое мнение, что детей должна воспитывать женщина, в то время как мужчине нужно было отдохнуть после работы, перед телевизором или с газетой в руках. Мамы забирали своих чад из детского сада и из школы, гуляли с ними, проверяли домашние задания и прочее. Что касается пап, то они проводили с детьми минимум времени. Не совсем справедливо, учитывая тот факт, что женщины работали не меньше и плюс к этому выполняли дела по дому. Женщинам в Советском Союзе приходилось нелегко. Они тяжело работали, воспитывали детей, выполняли огромное количество домашней работы. В наше время все гораздо проще не только потому, что есть бытовые помощники, но также благодаря другому взгляду на жизнь. Шесть бытовых дел советских женщин, которые теперь кажутся дикостью.